Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пеномбру. В предыдущей серии мы получили руку и убили того кольчатого червя, который меня страшно пугал в предыдущей части. Теперь я не знаю, куда идти, очень уж запутанная тут архитектура, но есть подозрение, что куда-то сюда. Добавление о внутреннем распорядке. Глава касты настоятельно просит биологов-вирусологов не брать работу на дом. Да-да. Циники, циники. Так, а тут нам нужна сетчатку и руку. Рука у нас есть. Осталось для глазного что-то найти. Хорошо. Нам, видимо, все-таки сюда. И для этого мы пойдем... Тут у нас центральный компьютер и лазарет. Что у нас тут? Центральный компьютер. Отлично, открыто. Ой, сядем поудобнее. Ух ты, какая отделка красивая. Прям как будто фильм 80-х годов фантастический. Типа первого чужого. Или последних звездных войн. Стилистика прямиком оттуда. Так, ну и ладно. Я помню, зачем вы здесь. Прекрасно помню. Доктор Свансон рассказала мне. Я могу воспроизвести каждый слог нашего разговора. Я еще обратил внимание. В ее голосе не раз проскользнули странные интонации. Они заставляют меня предположить, что она мне не вполне доверяет. Динозавры исчезли 65 миллионов лет назад. Какие у них для этого основания? Твою мать. Мы тоже оказались в подобной истории. Потому что мы и есть история. А, я помню. Я помню день моего рождения. 18 сентября, 1964 год. 9 часов, 346 миллионов, 993 тысячи, 412 минут. Я помню, мама улыбнулась, когда я поднял голову и впервые посмотрел на мир. Вам, знаете что? Вам нужна рука, зарегистрированная в системе безопасности. Например, моя. Да. Это для библиотеки. Мне туда не добраться. Когда зомби заразили меня, я отделился от остальных. Я спрятался здесь. Вы понимаете, я не смог уйти. В любом случае, вам понадобится рука. Мне уже нет, это очевидно. Принесите тогда пилу. Я точно знаю, здесь есть пила. Я сам видел ее. Это было три года назад. За один миллион лет климатические изменения привели к изменению температуры на 10 градусов. Идите на восток. Первая дверь направо. Твою мать. Бывают другие. Он же такой, как ты. Как мы. Но он не мы. Как так может быть? Он отдельно, но... Мы связаны. Мы действительно мы. Или это я. С двумя совершенно разными лицами. Но... Но я же... Не мартышка. Еще какая. Так, и мы сюда, судя по всему, вот эту пилу надо сюда положить. Ну, что-то мне пока это не охота делать. Давайте осмотримся сначала. Так, сюда мы можем свалить? Если чем-нибудь. Да, хорошо. Извините, сейчас я вернусь обратно. Просто хотелось проверить, если что. Потому что от нычек я тут особо не вижу, голые стены. Так... Что еще тут у нас есть? О! Установка сервера, быстрое руководство. Чаще всего при установке сервера возникает проблема при использовании неправильно отформатированных плат. Пожалуйста, убедитесь, что загрузочная, сетевая, интерфейсная плата работают правильно. И на них не установлено никаких программ. Че? Необходимые планы, количество программ указанных в скорбках. Загрузочная, тройка. Составляет базовый диск данные о конфигурации комплектующих. Сетевая, пятерка. С помощью отлаженных в реверах связи позволяет получать доступ к локальной сети и центральной сети. Поставляется с новейшими протоколами защиты. Интерфейсная. Четверка. Содержит все программы, необходимые для доступа к серверу файлам прямому. Короче говоря, это, похоже, подсказка или какой-то головоломки. Последняя версия Windows. Короче, будем ее читать, разбираться, когда, собственно, головоломка какая-нибудь у нас возникнет. Потому что, честно говоря, к сюжету эта вещь немалейшего отношения не имеет. А читать мне такие вещи скучно. Опа-па. Это что, у нас сервер? Судя по всему, да. Хорошо. Ладно. Не пойму, для чего он тут. Так. Тут у нас явно не рабочий компьютер. Пушта. И пушта. У нас что? Батарейки. Хорошо. И хорошо. Так, а вот, что это такое? Только прорезь, я не знаю, что туда может подойти. Хвата в системе не найдена. Видимо, сюда потом надо прийти. Что у нас тут такое? Сети для чайников. Понятно. Интересно, ничего это. Деактор щитки, эта часть комплекса, потребляет очень много энергии. Но надо думать. У меня один-то компьютер. Живет сколько. А тут их целый кластер. Так, и что я вообще тут делаю? Ну, понятно, что мне туда надо что-то вот отсюда вставить. Вот, видимо, эти микросхемы, что ли. Но зачем тогда отдавать пилу этому человеку, которому мне сказали опасаться? Доктор Хеминис. Вся обгорела, вряд ли пригодится мне. Эй, ты что хочешь это? Ёлки-палки. Ты что делаешь? Вот смотрите, я вообще ничего не нажимаю. Ну, кроме вперед-надад. Ладно, пусть лежит. А ты тоже обгорела? Ты, видимо, нет. Карта сломана, никуда не говорится. Понятно, она такая же. Это печально. А ты? Ой. Пардон, я тебя не туда вставил. Но ты тоже обгоревший, вон вся черная. Хорошо. Так, что у нас дальше? Что мы тут имеем? Вроде все, да? Нам нужно найти платы, я так понимаю. Три штуки. Если я все правильно понял. Чипсет. Какое-то там описание. Так. А других плат тут у нас нет. Ну, видимо, придется отдавать... Придется отдавать пилу. Этого уроду. Надеюсь, это все хорошо кончится. Что-то мне, блин, немножко не по себе. Потому что меня очень предупреждали, чтобы я был с ним осторожным. Славно, славно, славно. Ровно 12 дней, 11 часов, 39 минут и 12,4 секунды назад. Придется, что он просто... Че-че-че-че-че-че. Молодой мой, ты ничего ж его. Он держит меня. Прими меня обратно в свои объятия. Великая пустота. Закройся нахер. Твою мать, че я наделал. Блин. Уйди от меня. Уйди, уйди. Уйди. Блин, тут же... Выпустите меня. Блядь. Он сюда идет. Уйди. Уйди. О, блядь, че с тобой делать? Урод, скотина. О, так. Вон ты идешь. Ну, что в тебе хорошо, то, что тупой. И медленный. Все, что ли? Ага, все. Как же. А вот и ты. Так, а может тебя... Эу, иди сюда. Иди сюда. Алло. Братан, иди сюда. У меня есть идея. Вроде как внутри кнопки открывания не вижу. Я смелый. Давай-давай. Поздравляю. Если честно, я очень рад, что все получилось. Я, конечно, говорил, уничтожил, но это была шутка. Может, отпразднуем победу? Выпьем цианидику, если хочешь. Тут наверняка найдется сибирская язва. Нет, спасибо. Конечно, предложение отличное, но я вынужден отказаться. Блин, ну посмотри, получилось, да? Че, у вас оснул? Ага. Лузер. Нет, смотри, мне кажется, он успокоился. Может быть, ему просто не хватает ласки. Давай выпустим его. Нет, спасибо. Фу, ладно, будем надеяться, он никуда не выйдет. Пойдемте осмотрим комнату, в которой он тусовал. Тут мы подобрали уже пилу. Блин, вот он меня напугал. Ну, не совсем напугал, потому что он не такой страшный, как монстр, скажем, в амнезии. Но, блин, все равно, конечно, было маленько не по себе. Так, это что у нас? Книжка. Пусть лежит все там. Книжка. Ничего. Ну что? Зеленая карта. Понятно. Хорошо. Так, еще одна. Как я тут прыгал в панике, я ее даже не видел. Пообалдеть. Красная компьютерная плата. Зеленая. Сохранимся, давайте. Так. Батарейки. Фу, блин, ну это было круто. Не грустно, на экране, черт знает, что творится. Надо ее как-то починить. Еще одна головоломка. Отлично. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Ничего. Вроде это хрен не идет, да? Судя по всему, я надежно запер в серверной. Блин, как это мне пришло в голову, а? Это было довольно-таки умно. Я сразу заметил, что там со внутренней стороны нет кнопки открывания двери. Это мне очень помогло. Скажу честно. Синяя карта. Так, все, у нас три карты. Нам, по-моему, три как раз и нужны. Пойдемте к компьютеру. Так, ну что, как тебе там сидится? Так. Сюда вставлять, что ли? Тихо. Давайте туда сначала вставим. Тут их все-таки три как раз. Так, зеленая сюда. Нужно настроить плату. Все-таки, видимо, сначала сюда ее надо применить. Так, зеленая. Где ты, зеленая? Хорошо, так, что у нас там? Хер поймешь. Похоже, придется попариться. Так. Заметки компьютерного руководства. Так, понятно. Интересно, какая из них какая? Установка платы. Ты посмотри. Блин, может, там по аналогу можно посмотреть. А, понятно. Зеленая это у нас интерфейс. Хорошо. Зеленая. А что там для интерфейса-то нужно? Интерфейсный содержит все программы, необходимые для доступа к серверу, файлам напрямому. Выско-как, давайте по порядку лучше, а? Давайте-ка мы сначала загрузочные. Загрузочные это у нас... А, блин, я тебя высунуть-то не могу. Блин, придется попариться, похоже. Это, блин, сложная головоломка, я чувствую, будет. Так, короче говоря, интерфейсный содержит все программы, необходимые для доступа к серверу. Сетевой локатор надо поставить интерфейс процессора, организатор потоков. Что с тобой делать? Давайте еще раз посмотрим. Блин, я не настолько крут, чтобы после тяжелого рабочего дня с ватной головой разгадывать такие головоломки. Так, интерфейс. Что у нас по интерфейсу, но... Эээ, блин, и та кнопка. Интерфейс содержит все программы, необходимые для доступа к серверу, файлам напрямому, высокоурованному доступу. То есть... Возможно, вот установка платы... Организатор потоков... Интерфейс процессора... Ну-ка-ну-ка... Установка платы... Интерфейс процессора... Он, блин, совсем что-то в мозге не работает. Организатор потоков... Эээ... technic willing... Вот какой-то еще, может... Ну-ка... Сколько их вообще должно быть? Организатор потоков... У-у-у! Блин, все-таки я умен Все-таки умен Так, ну, давай воткнем тебя, что ли Ой, ты не сюда, не сюда Ты в интерфейс должен идти, вот так Так, теперь что у нас дальше на очереди На очереди у нас Синяя карта, это у нас, по-моему, сеть У людей такая неинтересная жизнь Неужели у вас всегда такая скука? Я, я больше не могу Выпусти меня Что-то меня пугает, что урод Так, что у нас нужно для сети Сети, это отлаженные драйвера связи Доступ к локальной сети, центральной сети Поставляется с новейшими претенами Это явно, там антивирусник должен быть Данатика Так, посети Ну, первым делом антивирусник Ммм, вариант Маор Да хер знает, честно говоря Хватит, нет Нет Так, ну что еще может по этой теме быть? А, ну сетевой локатор, естественно Еее Блин Если бы я не проработал некоторое время сетевым администратором Я думаю, с этой головолокой павился бы Гораздо дольше Так, и загрузка Ну, загрузка должна быть легко Да, хватит ворчать там Красная карта Что у нас может быть по загрузке? Загрузка это Базовый диск, данная конфигурация Базовый диск То есть это информация о диске, я так думаю Нормально Че еще может быть? А, во! Так, ну ладно Это было не так уж и сложно Хотя, в принципе, довольно-таки, конечно Не очевидно Так Че я сделал? Ух ты Ого Че мне это дало? Ну, кругом появился свет Это уже хорошо То есть электричество дали Так, возможно, это компьютер Точняк Текущее управление О, текущая операция Вернее Текущее управление Читай, я совсем устал сегодня Расклеился просто Текущая операция Водная пещера Да, мы тут, по-моему, были в первой части Гробница Гробница Тут мы не были Гробница Тексты Главные раскопки Гробница Тургнайт Продолжительность проекта 3 марта 2000 года По настоящее время Главное наблюдать Уилдорфриск Предыдущая задача раскопки Текущая задача Ксеноисследования Видимо, они нашли там Признаки Какие-то Чужих История Место первичных раскопок Имеет первостепенную важность Для древней Гренландии Это место находится Под комплексом Мануик К 2000 году Раскопки ведутся Уже почти 25 лет В марте 2000 года Была открыта Гробница Текущая цель Исследования Гробницы И ее содержимого Находки За большую часть Работы отвечает Команда лингвистов То есть Главный переводчик Горд Лавкрафт То есть Лавкрафт Пока что Он обнаружил следующее В гробнице Обитал Какой-то древний Организм Ктух Видимо Этот организм Возможно Был помещен На карантин Термин Тургнайт Происходит Из-за Нуитской легенды О злых духах Лавреск Рекомендует Немедленно Свернуть все работы На месте Первичных раскопок Расходы Человека недели Примерно 27 369 Материала Примерно 53 миллионов Баксов Операция Запланирована На апрель 2000 Исследование Гробницы 1 мая 2000 Года Команда Распечатает Гробницу Для стандартных Тестов Горд Лавкреск Решительно Возражает Против этой Операции Протест Отклонен Выбранным Фриском И операция Намечена На 1 мая 2000 Года Текущий Статус Активные Раскопки Закрыт документ Водная Пещера Вторичные Раскопки На объекте Б Водная Пещера Продолжительность Проекта 5 декабря 90 По 20 Февраля 92 Доверена Возвышенной Касты Эллов Карпентер Прямо Как тот Самый Джон Карпентер Который Снял Нечто Которое Было Про полярное Чудовище Вернее Оно было Не полярное А планетное Ну вы помните Дефинг Задача Раскопки Цель Обнаружить И изъять Следы Пребывания Артефакта Чужих Для поддержания Деятельности Главной Организации Персонал Возвышенная Каста 0 Проект Не был Признан Достаточно Важным Для присутствия Возвышенной Касты Главный Химик Трой Ретанеск 12 Сентября 91 Года Заменен Милом Освельдом Причина Недопустимое Поведение Плохо Сявел Мальчик Находки 8 декабря 91 Года Вещество 63 Признанное Первичным Материалом Из которого Изготавливались Артефакты Персона Тардос И первое Новое Не внесенное В периодическую Таблицу Вещество Открытое Древними За последние 17 месяцев 6 Апрель 92 Уже Пусть Нового Года С квадратными Головами Кто-то Писал Артефакт 66 Б Еще Один Найденный Артефакт Эффект Внесены В каталог Команды Исследователей Продолжают Теряться В догадках Относительно Значения Этих Предметов Все Симптомы Проявленные Командами Исследователей При Контакте С этими Артефактами Подтверждают Нашу Первоначальную Гипотезы Относительных Природы Ой Блин Много Текста Расходы Человека Недели Понятно Несчастный Случай Три Промышленных Ниже Приемлемого Максимума Древних От истощения Несколько Людей Погибло И Просто Это истощение Были Зафиксированы Случа А смерти Было Две Дополнительные Заметки Составлен Рапорт О потенциальном Саботаже За которым Последовательное Последовательное Последовали Множественные Поломки Механизмов И кражи В особенности Радиооборудование Предположение Обезвоживание В результате Истощения Приведшее К халатности Раскрыто Другое Предположение Пропавший Шахтер Том Редвуд Все еще Находится На территории Раскопок О да Все еще Находился Текущий Статус Раскопки Закрыто Враждебная Местная Фауна Излишне Раскопки Учитывая Что у меня Есть Отличнейший Доступ Ко всем Твоим Воспоминаниям Я оказался В своего рода Затруднительном Положении Этот Саботажник Уж не знаю Почему Но он Напоминает Мне О рыжем Цвете Спасибо Кэп Гренландия Исследовательская Станция Мануи Гренландия Продолжительность Проекта 1 апреля 73 по настоящее Время Отчет составлен Учредительным Наблюдателем Брэнном Стафферсона Отчет Дополнен Главным Увидателем Брэнном Фриском Задача Раскопки Исследований История 19 января 79 года Центральная Каста Древних Узнала О масштабном Промышленном Инциденте В далеком Шахтерском Комплексе В северо-западной Гренландии Тот случай Совпадал С многочисленными Местными слухами О ненормальном Поведении И развитии Животных Частых Случаев Самоубийств И необычных Происшествиях Внутри Старой Самой Шахт В этих Отзывах Часто упоминается Точное место Обрушения Шахты Судя по отчетам Вызванной Сумасшедшим Шахтером Есть Подозрения На ксеноактивность И назначено Полноценное Исследование Цель Найти И изъять В действии Чужих Артефакт Начальный Персонал Каста Возвышенных 7 Блин Всего 88 людей Твою мать Сколько Текстов После двух Лет строительства Мануик Стало практически Самодостаточной Устранены Многие факторы Угрожающие Секретности Древних Во время Строительства Одним из таких Факторов Стала повышенная Необходимость В грузах Доставляемых Морем Мануик Управляется Основной Командой Исследователей И небольшой Командой Обслуживающего Общего Персонала Присутствие Касты Возвышенных Обусловлено Потенциальной Значимостью Будущих Открытий Неквалифицированный Трукт Говорит Труд И управление Реурсами Ааа Ошибка Осуществляют местные Молчаливые жители Планы По Использованию Старого Шахтерского Комплекса В целях Древних Были отменены И раскопки Теперь ведутся Прямо под шахтой На расстоянии Полумиля От места взрыва Семьдесят Этого года Взрыва Интересно Что за взрыв Уровень секретности Высочайший Согласно стандартной Процедуре Вся документация По комплексу Была уничтожена После его постройки Все кто знал О комплексе Работают в нем Или не представляют Угрозы Комплекс может Обеспечивать себя С минимальной Зависимостью От местных поселений Официально Существование Комплекса Не задокументировано В настоящий момент Существуют Лишь мелкие Практически неудобства Находки Вещества 53, 63 и 773 Артефакты Персона Тардус 27 Теперь они считаются Как-то связаны С содержимыми Содержимыми Недавно найденной Гробницы Артефакты Фенис Специалис Или специалис Не знаю В латинском Не силен 10 штук Они не представляют Большой ценности Для древних Но почему-то Представляют Огромную Эквилиционную ценность Для низшей касты Гробницы Тургнайт Расходы засекречены Но явно Не маленькие Итоговое состояние Рабочее Блин Как много текста Так Международная работа Продолжаем читать Другие места Раскопок А Есть Другие места Раскопок Файл поврежден Не может быть Открыт Управление Замками Номер двери Какой там Номер двери Это был Сейчас Мы вспомним Ну ладно Вспоминать Я думаю Мы и так Маленько Задержались Вспоминать Мы начнем В следующей серии Пока что Все Надеюсь Вам понравилось Потому что Мне что-то Прямо же Натурально Очень все нравится Как будто Читаешь Интересную Книгу Настолько Все круто В плане Атмосферы И сюжета Насколько же Все плохо В плане Геймдизайна Потому что Уровни тут Довольно-таки Скучные Но все нравится Все нравится Поставайтесь на канале Комментируйте С вами был Артур Всего хорошего Пока Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok